ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это четвертая заключительная часть нашего второго урока. В ней я расскажу вам о таком объекте, как ватерплейн. И сюда я еще добавил еще один объект. Называется он ФОГ. В переводе с английского туман. О нем я тоже расскажу. Но для начала мы разберем, что такое ватерплейн. Как вы уже можете видеть, я создавал ватерплейн, но я его переместил. Я изменил его размеры и сделал немножко ниже уровня нашего тирэйна. Предлагаю рассмотреть его поближе. Итак, начнем. Как вы видите, наш ватерплейн находится в углублении, которое я делал при редактировании тирэйна. Уровень нашего ватерплейна я сделал ниже уровня тирэйна. Обычно так в жизни бывает. Вода всегда ниже уровня земли. Теперь посмотрим его настройки. У нас имеются три вкладки. Энтити, ватерплейн и ватерплейн фиксит пайплайн. Давайте разбираться, что это такое. Вкладка Энтити уже упоминалась в моих уроках. Вкладка Waterplane содержит все основные настройки нашего ватерплейна. Первая опция этой вкладки Deep Color. Она задает основной цвет нашей воды. Выбирается цветовая гамма, как и в других случаях. Через эту штучку. Также можно вручную забивать. Следующая опция Physics Hide. Она указывает на то, на какую глубину наш ватерплейн будет взаимодействовать с физическими объектами. Сейчас указана цифра 1. Это означает на глубину 1 метр она будет взаимодействовать с физическими объектами. То есть, если мы сюда бросим, например, сейчас какую-нибудь бочку. Бочка это у нас объект водоплавающий. Вода будет выталкивать ее на поверхность. Но только в пределах того, пока бочка будет находиться примерно на уровне 1 метра. Если, допустим, мы с большой высоты эту бочку сбросим и сила гравитации, так сказать, пробьет эту высоту в 1 метр. Наша бочка просто упадет на дно нашего водоема. Вода уже с ней там не будет взаимодействовать. То есть, этот параметр вы сами задаете, как считаете нужным. Экспериментируйте с ним. Хочу упомянуть, что данный параметр также является важным в процессе оптимизации. Потому что движок вынужден будет работать с физическими телами, их обрабатывать. Следующая позиция. Position. Собственно, указывает позицию нашего waterplane на террине. В конце вы видите параметр минус 2. Он указывает на то, что наш waterplane оказался немножко ниже уровня нашего террина. Террин по высоте у нас находится на нулевой отметке, что, собственно, и придает реалистичность нашей водичке. Так. Следующий параметр. Reflection Color. Он указывает на оттенок отражения от нашего waterplane. Оттенок вы выбираете из гаммы, которую я вот только что показывал на Deep Color. Следующий параметр. Reflection Level. Этот параметр также очень важен в процессе оптимизации. Вы видите несколько значений этого параметра. Он, это значит, у нас ничего не будет отражаться. Only Sky означает, что будет в нашем waterplane отражаться только небо. Only Static Geometry будет означать, что будут отражаться только статичные объекты. Only Models означает, что будут отражаться только модели. И Reflect L означает, что будут отражаться все. Последний параметр на глаз очень приятный, так как он отражает все и имитирует полностью отражение в реальной воде. Но вместе с тем он дает довольно сильную нагрузку на обработку. Поэтому имейте это в виду, когда будете оптимизировать свою карту. Переходим к следующему параметру. Такому как Reflections, Textures, Size. Честно говоря, я сам толком с этим параметром не работал. Но, судя по названию, он указывает размер текстуры при отражении вот нескольких вариантов для этого параметра. Следующий параметр, Render Quay Group. Опять же, вы такой параметр можете увидеть практически во всех отображаемых объектах на карте. То есть он указывает очередность его прорисовки во время рендеринга относительно других объектов. Об этом параметре я вам рассказал, когда создавал террин. Если хотите, пересмотрите этот урок заново. Этот параметр очень важен в процессе оптимизации. Так что, тоже советую его учитывать при создании вашего waterplane. Так, следующий параметр, честно говоря, мне не знаком. В официальной документации я ему довольно четкого объяснения не нашел. Но вот чисто мое предположение. Параметр segments делит наш waterplane. Площадь нашего waterplane, наверное, количество сегментов. А каждый сегмент, в свою очередь, должен как-то обрабатывать физические объекты, которые находятся у нас в воде. То есть у нас объект может быть не один, он может быть и два, и три, и десять, и двадцать. Чтобы это каждый физический объект как-то более или менее адекватно обрабатывать. Видимо, для этого и делится наш waterplane. То есть, если у нас там две бочки, например, болтаются, то одни сегменты, в пределах которых эта бочка находится, ее обрабатывают. Это одна операция. А вторую бочку обрабатывают другие объекты. Это уже другая операция. То есть, уже определенная нагрузка для физического движка. Следующий параметр, shadow color, он указывает у нас на оттенок воды. То есть, это, как я уже говорил, у нас есть основной оттенок воды, а это дополнительный оттенок воды. Так как вода у нас, сущность такая неоднородная, при различном угле зрения, там, допустим, да, на поверхность воды, у нас имеются дополнительные оттенки, с которыми она переливается. Вот этот параметр задает дополнительный оттенок, с которым вода у нас будет переливаться. Параметр size, собственно, указывает на размер нашего waterplane. Что бы мне хотелось по поводу этого параметра сказать? Так как waterplane является тоже геометрическим объектом, более того, этот объект имеет определенные физические свойства, благодаря которым возможна обработка, взаимодействие воды с другим физическим предметом, то советую свой waterplane подбирать тщательно по размеру тех низин, которые он должен занимать. Если вот у нас стоит уже вот это вот углубление в тирены, то мы, waterplane наш, должны подобрать именно такого размера, чтобы он влазил только лишь в пределы нашей вот этой вот ямы, оврага, да? Больший размер я бы не советовал задавать, потому что, опять же, увеличивается обработка waterplane, поэтому тщательно выставляйте позицию waterplane и его размеры. Следующий затем параметр useHDRTexture, он либо включается, либо выключается, он работает только на достаточно таких мощных видеокартах, у меня такой и не стоит на компьютере, мне этот параметр не нужен. Он нужен для того, чтобы обрабатывать текстуры в более таком широком объеме, 64-битный текстур. То есть этот параметр будет влиять на качество отображения нашего waterplane на экране компьютера. Так, и последний параметр visible, он указывает на то, будет ли наш waterplane отображаться или нет. Предлагаю посмотреть его действия. Сейчас, как вы видите, параметр visible у нас стоит в положении истина, то есть наш waterplane отображается. Если поставить положение fails, то есть ложь, мы нашего waterplane уже не видим, но тем не менее, если какой-то физический объект попадет в область нашего waterplane, физическая обработка будет проводиться все так же. Мы будем видеть плавающий объект, но плавающий практически в воздухе. Думаю, этот параметр здесь сделан ненадолго, но это чисто мое предположение. Скорее всего, его переработают из обычного такого положения включено-выключено в более, как сказать, в более тонкий вариант. То есть при всем своем, при всех своих плюсах waterplane наш обладает одним очень существенным недостатком. У него нету прозрачности, а как вы знаете, вода, она имеет такое свойство. Поэтому вы, в принципе, если умеете программировать, немножко разбираетесь в этих делах, можете создать свой объект, объект аналогичный waterplane, и попробовать добавить в него регулируемый параметр прозрачности. Вот, собственно, это все основные настройки нашего waterplane, но кроме них есть дополнительные настройки. Называются они waterplane, fixed pipeline. Об этом параметре мне также мало что известно. Единственное, что я могу сказать полностью, называется не fixed pipeline, а fixed function pipeline. Этот параметр связан с техническими возможностями видеокарты. отвечает он за качество и уровень рендеринга. Ну вот, все остальные настройки, думаю, вам ясны. Тут указаны pipeline color, то есть оттенок pipeline map. Оказывается, путь текстурной карты, по-моему, даже каустическая карта. И, наконец, pipeline map tailing. Собственно, это повторение этой карты на waterplane. Не думаю, что мой урок для кого-то особо новое что-то привнес. Ну, для новичков в самый раз, наверное. Теперь поговорим о таком объекте, как туман. Я его добавил в этом уроке только. Находится у нас в папке с базовыми объектами. Вот он, fog. Посмотрим теперь его настройки. Как мы видим, первой у нас, как обычно, идет вкладка entity, то есть сущность. А после нее, собственно, вкладка fog с его настройками. Первый параметр color указывает на оттенок нашего тумана, а остальные параметры очень интересные и важные. Но, прежде чем их разбирать, я бы хотел затронуть последний параметр, называется он mod. То есть, указываем, какого вида у нас будет туман. Сейчас вы видите положение non, то есть его не видно, хоть он и присутствует. Выберем для начала линейный вариант. То есть, у нас тут присутствуют три типа тумана. Экспоненциальный, экспоненциальный второго типа и линейный. Те, кто занимается моделированием, в 3D редакторах с такими понятиями сталкивались, они должны быть знакомы. Собственно говоря, exp density предназначен вот этот вот параметр для экспоненциальных туманов он указывает интенсивность интенсивность на различных дистанциях. В данном случае у нас используется туман линейного типа с параметром 100 с минимумом на 0 и, пожалуй, стоит поподробнее об этом остановиться. Работает этот туман вот таким вот образом. Мы видим опцию Linar Start и опцию Linar End. Linar Start указывает на то, с какого расстояния наш туман начнет поглощать окружающую окружающую видимость, Linar End указывает на то расстояние от камеры, дальше которого все будет поглощено этим туманом. То есть мы видели на своей карте гору недавно, сделали слишком низкое значение и наш туман эту гору поглотил. Если мы поменяем, допустим, значение вот с 200 на 500 вот появилась наша гора. горные хребты, которое я специально создал для этого примера. Этот тип тумана самый простой и нетребовательный для его создания. Более сложный вариант это экспоненциальный и экспоненциальный второго типа. сейчас разберем суть настроек подобного типа тумана. Первый тип это у нас экспоненциальный. туман в отличие от линейного тумана, где мы задавали начальную точку его проявления и конечную, экспоненциальный тип тумана использует параметр экспоненциальный в которой указывается его относительная плотность. То есть при увеличении расстояния от камеры плотность тумана возрастает экспоненциально. А это значение указывает именно в какой пропорции плотность тумана будет увеличиваться при увеличении тритысячных. Допустим изменим на одну сотую что у нас получится. Как вы видите гора у нас почти пропала. Производится впечатление очень сильного тумана. Ну и собственно говоря туман экспоненциальный туман второго типа. Вот так он выглядит. его отличие от экспоненциального первого типа является то что этот туман производится в экспоненте в квадрате. У него также единственный параметр регулируемый экспоненциальный то есть его плотность. Выбирайте сами экспериментально как вам будет удобно. как вы видите сходство с реальным туманом весьма отдаленное. Это говорит о том что можно легко сымитировать туманную даль но в непосредственной близости мы особых таких сход с реальным туманом не видим потому что реальный туман у нас вблизи довольно четко различим он представляет из себя что-то такое вроде дымка или поволоки но это в играх создается дополнительный метод который имитирует вот этот дымок или поволок вот этот туман такой тип как туман очень удобно использовать для имитации различных погодных условий допустим если у вас на карте должна быть изображена вьюга то есть дальность в реальной жизни дальность видимости резко сокращена мы можем использовать нужный тип тумана и при этом добавить определенные методы которые у нас перед глазами будут создавать снежные вьюгу сполохи какие-то кто будет отображать метель то же самое касается отображения песчаных бурь в пустыне то есть у нас также видимость довольно сильно сокращена во время песчаной бури дополнительно создаем сполохи какие-то имитирующие песок летящий песок но об этом будет рассказываться в одном из последующих уроков как это делается но в общем и целом я думаю если вы поэкспериментируете на своих картах поймете в чем разница между различными видами тумана в каком случае их лучше и удобнее применять надеюсь второй урок хоть и был разделен на несколько частей будет вам на пользу в следующих уроках мы будем затрагивать иные темы для обсуждения та карта которая сейчас создал у нас будет интенсивно использоваться также в других уроках всем желаю здравствовать смотрите мои уроки просвещайтесь делитесь своим мнением заходите в мои группы на ресурсе вконтакте субтитры